Я никогда не делю людей на верующих, неверующих, христиан, нехристиан. Именно потому, о чём вы говорите, в душу человека не залезешь. То есть есть масса священнослужителей самого разного ранга, которые предполагаются, что они люди верующие. Во всяком случае, меня никто судьёй не поставил. И судить человека, верующий, неверующий, хороший, плохой, я никогда не дерзаю. Это вопрос страшного суда и вопрос только одного судьи. Один у нас будет у всех судья. Пусть он разбирает, кто верующий, кто неверующий. Христианином можно себя только исповедовать. Это не какая-то должность, на какую человека назначают. Человек может вслух сказать, что он верует, и этого было достаточно. Он христианин. И община принимала этого человека. Если Навальный вслух суда или членов суда и вслух всех граждан сказал, что он христианин, значит, он христианин. Значит, его место в христианской нашей общине, в христианской нашей семье, его место чётко определено. Это праведный суд? Нет, неправедный. Вы думаете, виноват судья или прокурор? Им приказали. Они делают то, что им приказано. Я говорил, что мучеником его делает наш суд. Ну, они тянут его в бессмертие. Почему? Несправедливо судят.